Мы на месте. Мы приветствуем Александра, интересуемся, готовлю к проверке, доверить ли он нам свой биополе на период сеанса. Честно говоря, его не видно даже, то есть я объясню, у него от ног и вверх идет огромная воронка, его не видно, она выше его еще два раза, наверное, только руки торчат, я вижу и ноги. Хорошо, с силой моего намерения, сканер мне помогает, выводим эту воронку из биополя Александра на счет 3-1-2-3. Воронка выходит, формируется в шар перед ним и как выйдет полностью со всеми своими частицами, уходит в клетку-тюрьму. На коричневого цвета она крутится. Коричневый цвет это, мне кажется, ты знаешь, кто это. Останавливаю воронку. Огромный шар вышел. Уменьшаю этот шар в два раза, отправляю его в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, ты его видишь, Александра? Да, я его вижу, у него в горле что-то, он за горло держится, там как камень черный. Хорошо, сканер, просканируй сейчас горло. Александра, выведи этот камень и все, что с ним связано в этой чакре. Отключай полностью, выводи вместе с энергиями, формируй шар перед ним. Ну, это больше на гудрон такой тянущий, похоже, и он тянется и выводит нос, пазухи, то есть голова из него все вытягивается, через горло выходит. Готов шар. Отправляю его в клетку-тюрьму. Александр, вы меня слышите? Да, он слышит. Хорошо, вы даете нам свои согласия на работу? Да, я. Даю команду на счет три, сканер сканирует пространство над головой Александра под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все семь тонких тел, Александра находит все. Выстраиваются прямые каналы от этого коричневого шара с энергиями и этого гудрона к ответственным притягив в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь двое. Гуманоид и ящер. Гуманоид и ящер. Ну что ж, сегодня будет месиво. Они этого хотели, они этого получат. Какой у нас ящер, Вера? 242. Откуда гуманоид? Утро. Итак, я слушаю вас. Что вы здесь делаете? Паразиты. Поражаем. Поражаете. Без контракта, без ничего, без разрешения. Энергии они его отсасывают. Им нужны энергии. Адромеды. Скэнер, дай мне полноту души Александра на настоящий момент. 88. Ух ты. 12% вы уже украли или она находится в оболочке? Это воронка, которая была, она крутилась. Хорошо. Кто ее установил? И отсасывала. Кто ее установил? Загорается маячок над его клеткой. Красный. Это ящер. Ящер. Ящер, сегодня я его установлю на тебя. Перепрограммирую эту воронку. И установлю на отток энергии на 80%. Это его энергия, то есть? Я ее перепрограммирую, как я и сказал. Она будет работать на меня. Твоя оборонка. Я у тебя заберу сегодня 80% энергии. Он говорит, что мои энергии не работают против меня. Ты думаешь, ты первый ящер, который здесь стоишь, который точно так же думал? Он показывает на тебя и говорит, как ты думаешь, можно твои энергии перепрограммировать, чтобы они работали против тебя. У них всегда будет счастье. Если есть и те, кто это могут. И ты находишься в этом месте, где здесь могут перепрограммировать твою воронку против тебя. Точно так же, как я могу все эти подключки, этот камень установить в горле, в твоем или гуманоида и включить на полную мощность. В течение одной минуты вы получите полнейший откат всей этой боли и дискомфорта, которую испытывала эта душа. Не будет ли это справедливым, ящер? Тебе не нужно было разрешения на то, чтобы войти в эту биополю. Соответственно, ты должен... Он нужно при определенной энергии, и он их нашел. Ты их уже потерял. И не только это, ты еще потерял. Итак, Вера. Ящер. Пошла энергия по каналу, чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. До 100% все назад чужеродная уходит. Сколько вы находились в биополе? Гуманоид, ты наемник? Наемник. Итак, сколько ты находился в этом биополе? Я его нашел. Я понял. Итак, по времени, сколько ты находишься в этом биополе? Больше трех недель. Три недели. Ящер, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Почти столько же. Хорошо. Получается, что гуманоид пришел чуть раньше, около четырех недель. Три недели находится ящер. Подготовил почву, и потом пришел ящер. За это он заплатил или заплатит гуманоиду определенные энергии, да? Вашу разменную валюту. Три недели. Почему сразу рак горла? Почему сразу такая болезнь? Почему такое воздействие массированное? Мы не просто пришли энергии забирать, вы пришли убивать душу. Правда, до нас были другие, кто слабил это. Мы просто пришли на пустое место. Вы пришли не на пустое место, а вы пришли на чищенное место. Я чистил Александра. Я вытащил с него всех его сущностей, которые в нем сидели. Вы пришли в чистое биополе. Вы никакое отношение не имеете к тем, кто было до этого. Не было пусто, а это называется было чисто. Пока вы не пришли и не загадили это все. Реверс закончился. Хорошо. Устанали фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Александр забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Александр себя обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в сто раз. Забираю из этого шара и этого гудрона частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Александра находится мощным потоком, пошло назад. Готово. Сканер про сканера Александра на чистоте гуманоида ящера и их артефактов, этого коричневого шара и гудрона. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Если есть, выводи мелкие частицы, уничтожай на месте. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Александра с гуманоидом, ящером и их артефактами. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Александра, этим светом выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкое, абрационное, чужеродное, остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Один, два, три. Все мощным потоком выходит, формируется перед ним шар. С него, знаешь, боль выходит с головы. Выдавливаем, помогаем ему энергией, выдавливаем всю эту боль. Все выходит. Это боль не дает думать. Шар есть? Отправляю. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. У него чистые тела, но у него есть грусть внутри какая-то. Хорошо. Это уже эмоциональное. Но он смирился, да, это абсолютно неправильно. Это не должно быть. Это опускать руки, а не бороться. Это мы выдаем чуть позже. Хорошо. И помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, у меня здесь два преступника. Один гуманоидз Уты и один ящер 242-й. Три недели находились в биополе. У человека начался рак горла. Мы вытащили черный камень Гудрон в его голосовой чакре. Также вытащили огромный шар из коричневых энергий ящера. В моих глазах это полнейшее уничтожение. 12% души мы вернули. Это за три недели. Это случается, когда редкие энергии у человека. Их мы забираем вместе с артефактами. Благодарю тебя. Готово. Хорошо. Давай сейчас поработаем с эмоциональным фантомом. Выходит эмоциональный фантом Александра. Проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии, зло, явности и агрессии. Все это низкоабрационное им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, фантом вышел у него эмоционально яркий, и здесь же присутствует какая-то опустошенность, пустота. Все это вышло? Да. Спрашиваем Александра. Александр, вы готовы избавиться от этих чувств, от этих энергий? Они деструктивные. Да, получается, он с верхних эмоций на нижние падает. То есть сейчас его показывают, он сейчас очень ровный, спокойный. А до этого, то есть он, то как вспыхивает, то наоборот вниз уходит до отчаяния. Ну, отчаяние, надо себя контролировать. Пустота именно. О эмоциональном состоянии он должен просто понимать взаимосвязь своего состояния с тем, что происходит. Сейчас мы это показали. Он готов избавиться. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое изро и сбрасывая этот шар на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Давай заправим энергиями Александра. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота и вибрации. На счет 3 макушку головы Александра начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 30 Гц. Пошел подъем. Чистота вибрации третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 33 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Как вы себя чувствуете, Александр? Мы закончили проверку. Сейчас очень бодро чувствую, но страх какой-то пустоты еще где-то внутри проявляется. Вы должны его выдавливать и работать с ним, с этим страхом, а не бежать от него. Найдите причину этого страха, откуда он у вас взялся. Вам надо проработать эту первопричину, отпустить эту ситуацию. Это может быть связано, это блок может быть какой-то. Я сейчас попытаюсь спросить. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и спрашиваю куратора Александра, не может ли он нам помочь ответить на один вопрос, на два вопроса. Приветствую вас и благодарю за приглашение. Приветствую вас, уважаемый куратор. Легенда, если я не ошибаюсь. Очень рада вас видеть в нашей комнате диагностики. Вопрос 2. Первый вопрос. Откуда это у него тоска? Как от нее избавиться? Я не хочу ничего лишнего советовать, потому что не владею ситуацией. И мой второй вопрос. Мы сейчас вытащили двух опасных интерферентов из него, и нам была дана информация, что это связано с его редкими энергиями. То есть такие нападения возможны. Как ему от них защищаться? Я начну со второго вопроса. Защищаться нужно родными энергиями, представляя их и расширяя свой стержень. Должна быть уверенность и понимание. Тогда они видят это понимание и знание своих энергий. Это знание и радость дают сильные вибрации, отгоняющие чужих. Они видят силы цивилизации. Здесь же и есть одиночество внутреннее. Это одиночество дает пустоту и тоску. По-моему, я ответила на оба вопроса. Я благодарю вас, уважаемая легенда. Не хотите ли вы от себя что-то ему напутствие какое-то дать? Да, очень хочу. Пожалуйста. На Земле есть разная информация. В касках вам показали живую и мертвую воду. Эта вода есть энергия. Мертвой энергии вы можете убить болезни, а живой наполнить организм. И определенные органы и их фантомы. Я думаю, что посыл понятен. Я думаю, если он захочет, он найдет эту информацию, как делать живую и мертвую воду. Визуализировать. Визуализировать своим намерением на физическом плане. Чем больше в нем веры. Наполняя больные, пораженные места. Убивая микробы, бактерии, грибки, мертвой энергией и возрождая, наполняя организм живой водой или же живой энергией. То есть он должен дать установку, я для него спрашиваю, перед тем, как он нальет себе воды, он же должен передать ей эту информацию, этой воде, правильно? Программу? Не совсем. Объясните, пожалуйста, чтобы было правильно. Для удобства на земле вода, это в прямом смысле тот вариант, который предложил ты, он тоже работает, но не для всех, так как по-разному работает визуализация и сила, сила веры в то, что ты говоришь, делаешь, представляешь. Я же говорила про энергию, живую и мертвую, ведь вода — это энергия, вам не обязательно наполнять ванну. На физическом плане, в медитации, представляете, как эта вода наполняет в виде энергии сначала мертвой, все больные места, сжигая их. Всё понятно. Потом визуализируете живую энергию, живую воду. Можно визуализировать, как воду, растворяясь в ней. Здесь опять, насколько у кого работает визуализация. Вы пользуетесь этой техникой сами, водопад живой водой. Совершенно верно. Прекрасно понимая, о чём вы говорите, безусловно, это зависит только от личных качеств, индивидуальных качеств души и способности визуализировать то, что он собирается сделать, безусловно, с твёрдым намерением, веря в это. Ещё раз говорю, это возможно на тонком плане, и также на физическом, то, что ты предложил. Здесь будет зависеть от силы внутренней, веры, намерения и понимания процесса. Я надеюсь, он найдёт для себя тот вариант, который ему будет полезен. В любом случае, душа его сможет подсказать ему, какая вода ему или какая техника будет полезна. Самое главное, чтобы он это делал. Будут полезны обе техники. Самое важное, чтобы он верил в то, что делает. Благодарю вас, уважаемая легенда, за эти замечательные напутствия, слова и советы, которые вы нам сегодня принесли. Я бы хотела показать, как это делается. С твоей помощью, конечно. Не могу ли бы ты дать команду и наполнить его живой, сперва мёртвой водой, убивая все грибки, бактерии, вирусы? Давайте попробуем. Даю команду на счётрю макушку головы. Александра начинает поступать поток мёртвой воды, убивающий все вирусы, все микробы, все бактерии, всё негативное патогенное, находящееся в его биополе. Поток пошёл. В этот момент важно концентрироваться именно на тех точках, которые несут негативные низкие вибрации. И промываем горло, голосовую чакру, этими энергиями. Также всё его тело, все тонкие тела омываются этой водой. Всё негативное патогенное уничтожается на месте. Мёртвую воду. Прекрасно. Отпустите, пожалуйста, мёртвую воду на свою чистоту. Мы благодарим поток мёртвой воды, посылаем от нас искреннюю благодарность ему и отпускаем его на его чистоту. Один, два, три. Прекрасно. Как вы сливаете воду с ванной, так же уходит на тонком плане поток на свою чистоту. А теперь, пожалуйста, сделайте то же самое с живой водой, и наполните все тонкие тела и организм живым источником силы жизни. На четверую макушку головы Александра начинает поступать поток живой воды. Один, два, три. Поток живой воды наполняет полностью каждую клеточку Александра. Наполняя её жизнью, промывается в поражённые органы, восстанавливается, регенерируется. На тонком плане пошёл процесс. Органы и фантомы. Органы и фантомы, фантомы органов, безусловно. Всё наполняется потоком живой воды. Я не зря привела пример и сравнение воды и энергии, ведь человек состоит из большого количества жидкости. Это верно. Это именно то, что вам нужно. Здесь, как я уже сказала, вера и визуализация играют огромную роль. В этот момент можно представить себя водой и слиться с ней полностью. Все тела превращаются в воду. Воду можно удерживать. Представьте это живым организмом. Отлично. А теперь также проводите живую воду на свою чистоту. Мы благодарим живую воду, посылаем нашу искреннюю энергию любви и благодарности ей, и она уходит на свою чистоту. Один, два, три. Прекрасно. Это именно то, что я имела в виду. Эти энергии сейчас оживляющие и заживляющие находятся в семи чакрах на тонком теле и перенесутся на физический план. Он должен обязательно продолжать эту технику, которую мы сегодня показали ему, укрепляя себя в вере, в правильности того, что он делает, и подтверждая это практическими занятиями. Я надеюсь, всё будет у него в порядке. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемая легенда. Нашу традицию вы знаете. Верочка, большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. Появляется в твоих руках. Передай, пожалуйста, эту корзинку уже вам куратору, легенде. Снак благодарности за её визит, за эти ценные советы, которые она сегодня дала нам. Благодарю за этот прекрасный подарок. Передаём привет Андромеде на этом месте. Благодарим вас. Всего вам наилучшего, уважаемая легенда. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Александр. Мы закончили процедуру лечения вашего. Как вы себя чувствуете сейчас? У меня появилась упругость. Это внутренняя жизненная сила, жизненная энергия, живой воды, живой энергии. Это приятно. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли и на физический план. Прислушайтесь к нашим советам, визуализируйте обязательно и к советам, безусловно, вашего куратора. Она всё вам сказала, что нужно делать. И всё будет у вас хорошо. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александра в его систему биоробот-душа. Забудем. Подключаем к каждому органу клеточки извиленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Но вот он сейчас, когда гармонизируется, соединяется с телом, у него очень такие, как он сказал, упругие энергии, и они выталкивают всё, что осталось. Отлично. За границей, зажигая это. Вот и хорошо. Меркабу активируем. Активируем в его биополе Меркабу. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздание защитного каркаса биополия Александра. Активировано. Да, готово. Отключаемся от объекта, поднимаясь в комнату диагностики. Пошёл подъём. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!